Всем трейдерам огромный привет! С вами Аркадий Романович. Продолжаю записывать ролики по сигналу, который торгует коррекцией. Напомним, мы можем торговать двумя способами. Вручную, то есть когда нам индикатор показывает, что пора входить на buy либо на sell, сигнал у нас обозначается P-B sell либо P-B buy, pullback, то есть это откат. Это означает, что коррекция завершена покупай, если это P-B buy и коррекция завершена продавай, если это P-B sell. Это индикатор рисует. Мы принимаем решение с помощью советника. Вот здесь мы видим с вами P-B sell, здесь мы видим с вами P-B buy, здесь мы видим с вами P-B sell. Это пара фунт-доллар. Очень часто вы меня просите посмотреть, протестировать, разобрать сигналы на валютных парах. И вот сегодня у нас фунт-доллар, минутка. И мы разбираем сигнал для торговли на коррекциях, преимущественно с трендом, в двух вариантах. То есть двумя способами. Первый способ вручную, второй способ с помощью робота. И сегодня я продолжу тестировать этот сигнал. На этот раз по паре, еще раз скажу, фунт-доллар на минутном таймфрейме. Если вы не смотрели предыдущее видео, где я тестирую и разбираю подробно этот сигнал по золоту, ссылка вот здесь, в правом верхнем углу. Обязательно посмотрите после просмотра этого ролика. Там профиты получились суммарно. Если мы берем и европейскую сессию 2 часа, и американскую 2 часа, то примерно 10 тысяч долларов за 5 месяцев. Вот сегодня мы проведем точно такой же анализ, точно такой же тест по паре фунт-доллар. Зайдем в свойства. Здесь у меня уже есть готовые настройки. Мы берем европейскую сессию с 10 до 12 Москвы. Максимальное время в сделке 45 минут. Стопы мы выставляем в пунктах 110 или 11 пунктов, смотря сколько знаков после запятой у брокера. Если 4 знака, то, соответственно, мы пишем здесь не 110, а просто 11 ставим. В данном случае у меня 110. Трик профит 120, тоже торговля двумя позициями. Берем 0.8 риск на сделку. Еще раз эту величину можно менять, как и вообще все, чтобы подстроить под себя. Но я беру те параметры, которые, скажем так, оптимальны для меня. Стоп-лосс для второй позиции 110, тейк профит 500. Нажимаем ОК, смотрим. Идем в график. Мы сейчас только начинаем с вами подбирать настройки. Посмотрим, какой результат. 2600, совсем немного. Наша цель 5-7 тысяч долларов. И мы сейчас это дело с вами быстренько оптимизируем. Давайте попробуем увеличить все-таки время в сделке. До 180 или, давайте поменьше, до 120 минут. Два часа в сделке, максимум. Чуть пошире поставим стопы. 120, здесь попробуем поставить 130. 120, и давайте расширим второй тейк. 800. Все оставим как есть пока. Не применяем тренд-фильтр, нажимаем старт. Нажимаем старт. Идем в график. Смотрим, что у нас здесь. 5000 долларов уже лучше, 13% просадка. 53 прибыльных сделок, 53%. Идем снова в настройки. Давайте включим тренд-фильтр. Нажмем true. И нажмем ok, старт. Еще раз, можно делать через оптимизацию, но так я быстрее прихожу к настройкам. И мне даже так интереснее. По золоту мы пробовали и через оптимизацию, и вручную. Я показывал, как это все дело можно быстренько подбирать. 4100. Тренд-фильтр нам не особо помог. Идем сюда. Давайте пока отключим тренд-фильтр. И посмотрим, что у нас здесь. Можем ли мы как-то повлиять на вот эти настройки. Давайте попробуем поставить 30 напротив дистанция. Это цифры, еще раз подчеркну, регулирует количество сигналов. Чем эта цифра меньше, тем меньше сигналов, следовательно, меньше возможностей. Но с другой стороны мы можем получить более сглаженный результат. Нет, на самом деле не так. 3800. Не очень интересно пока. Для меня, опять же таки, все люди разные. Я знаю возможности этого сигнала, поэтому буду пробовать, пока не получу тот результат, который мне необходим. Потому что я его тестировал вручную, когда только создавал. И я знаю, что он может лучше. Причем очень важно, вы можете тестировать оптимальные настройки, хорошие, но не в то время. То есть следует играться и со временем тоже. 2900. Вот мы самые оптимальные получали, когда у нас был, по-моему, 110, если я не ошибаюсь, и 120 тейк. Давайте вернем это 110, 110. И попробуем здесь поставить пол 11, а здесь поставить пол 1. Посмотрим, что получится в итоге. Время в сделке, ну давайте поставим 1 час 60 минут. Старт, старт. Смотрим. Идем в график. Пока у нас 5000 было. Лучший перформанс. Нет, это недостаточно 3. Так, идем сюда. Возвращаем. Значит, позже торговать, позже 12. Этим инструментом нет смысла. Поэтому идем в 6.30. Это терминальное время. Это значит полдесятого до 12. Два с половиной часа. Попробуем немного увеличить стопы. Тейки буквально. На несколько единиц. Время в сделке. Ну ладно, 120. Еще раз, это очень увлекательный, познавательный процесс. Раньше все делали вручную. Это долго, утомительно, скучно. Но надо, да? А здесь мы используем алго. Возможности алго трейдинга. Да, есть 5100, но не подходит. 20% просадки до хрена трейдеры. Это много. Поэтому мы берем и продолжаем экспериментировать. Попробуем только трейлинг стоп поставить шире. Я в предыдущем видео по золоту говорил, что такое трейлинг стоп, как он влияет. Что происходит, если мы меняем. Там не 2. Допустим, 236, а 3. Как это сказывается на результатах. Да, мы видим, что я только ухудшил. Но что интересно и что делает любой сигнал абсолютно рабочим и гарантирует, что мы найдем оптимальные настройки, это процент прибыльных. Он прыгает 52, 58. Это говорит о том, что здесь 100% по фунту на минутке в Европе есть рациональное зерно. Мы просто его не нашли пока. Учитывая, что здесь каждая цифра влияет на итоговый результат. Поэтому мы вернем 2.236. Еще раз я преимущественно использую Fibonacci значение, когда речь про трейлинг. Но можно этого не делать. Давайте мы поставим простой тренд-фильтр. Попробуем здесь. По фунту есть определенный тренд-фильтр, который хорошо работает по другим роботам. Посмотрим, как это сработает здесь. Смотрим. Идем в график. Я сейчас добавил фильтр тренда. Посмотрим, насколько удастся сгладить проседание. 5000 долларов, 14%. Да, ну чуть-чуть мы сгладили, но все равно это еще не предел. Это еще не предел. Давайте попробуем вообще 1% максимальную дневную просадку. То есть, один лосс и все. И мы торгуем в следующий день. Посмотрим, как это повлияет. То есть, робот больше не будет открывать позиции, если получил лосс в начале дня. Или, короче, просадка перешла за единицу. Но ничего такого здесь нет. Идем сюда снова. Давайте попробуем. Попробуем поставить 7.30. Попробуем поставить 7.15. Это означает, что мы будем торговать с 15 минут 11 до 12. Чуть меньше 2 часов. И посмотрим, как это скажется на наших цифрах. Имеет ли смысл сокращать время, чтобы делать больше? Ну да, получше чуть-чуть стало. 5000 долларов. На самом деле, это хорошие цифры. Но я вам скажу, что может быть лучше. Я отключаю тренд-фильтр. Ставлю старт. Давайте посмотрим. Идем в график. Я люблю смотреть на график. Мне нравится. Посмотрим. Ага, кажется, что-то у нас получилось уже, да? Да, 6270 долларов. 10%, но округлим 11 и 56% прибыльных сделок. Причем это без тренд-фильтра. Посмотрите, какой наш график. Да, мы видим проседание. Но это абсолютно нормальное явление, если оно было в прошлом. Мы видим, что вот эти просадки, где моя мышка здесь и здесь, они примерно одинаковы по глубине, плюс-минус. То есть, они будут повторяться. И мы к этому готовы. Идем сюда. Может быть, нам удастся еще оптимизировать. Что мы можем еще оптимизировать? Давайте увеличим сигнал. Поставим 2. Количество сигналов 2. Это означает, что мы удваиваем количество сигналов. На самом деле, я вру. Мы не удваиваем количество сигналов, но мы его увеличим. Это количество. И посмотрим, от количества будет хуже. Или наоборот. Мы только улучшим наш профит. Ну, мы чуть-чуть подросли. 6,450 долларов. 10,11. Такая же просадка вообще не поменялась. 50, округляем 55% прибыльных сделок. Количество сделок очень даже адекватно в целом. Такой нормальный график. Так, хорошо. Что мы можем здесь еще с вами сделать? Оставим двойку здесь. Давайте попробуем чуть меньше в сделке сидеть. Что если мы будем сидеть, ну, допустим, час 55 минут? Проверяем эту идею. Проверяем эту идею. Идем опять в график. И смотрим. Чуть меньше времени. Смотрим. 6,250. Ну, что мне нравится? Посмотрите на эту цифру. 8% просадка трейдеры. При риске в 1,5% на сделку, в 8% всего лишь просадка. Это очень-очень-очень хороший результат. Честно говоря, я даже удивлен, что такой результат получился при таких рисках. Обычно это где-то 10, 12, 13%. Да, что тоже считается оптимальным для таких процентов риска. Теперь давайте то же самое проделаем по евро. Зайдем в свойства. Здесь мы поменяем настройки. Поставим чуть меньше стопы. Пока 110 возьмем. 120. Потом, может быть, сделаем еще меньше. Здесь мы возьмем 110 и здесь 250 пока. По евро волатильность уже. Следовательно, стопы, тейки тоже будут уже. Время мы берем европейскую сессию. 15 минут 11-12 часов. Ну, сейчас будем тоже подбирать время, чтобы получить в районе 5000 долларов. 4000, потому что евро все-таки более такой сдержанный, скажем так, инструмент, более пассивный. В отличие от фунта, мы видим, начало пока ничего такого интересного не дает. Минус 500 баксов. Идем сюда. 10. И давайте здесь единицу поставим. Да, сигналов поменьше должно стать, но это может положительно повлиять на график. Смотрим. Что у нас здесь? Ага, 1000 долларов. Ну, уже какое-то есть сырье. 53% прибыльных сделок. Да, сделок не очень много. Давайте двоечку вернем здесь. Хотя нет, пока оставим двоечку. Давайте попробуем здесь поставить 80. Попробуем поставить здесь 80. Здесь попробуем 100. То есть мы уменьшаем стопы. И уменьшаем тейки. Смотрим. Насколько это повлияет. 3000 долларов. 10% просадка. 57% прибыльных сделок. Отлично. Еще 1000-другую. Я думаю, мы можем здесь прибавить. Давайте попробуем второй тейк. Тейк второй позиции. Немножко увеличить. У нас было 2700. Нет, это не очень интересно. Сразу чуть просадка подскочила. Так, теперь по времени. Давайте попробуем здесь поставить с 10 ровно. Попробуем поставить с 10 ровно. То есть мы на 15 минут дольше будем торговать. На 15 минут раньше начинать. Станет ли от этого прибыль больше? Нет. От этого прибыли больше не стало. Наоборот. Торговля на самом-самом-самом открытии. Видим, что не дает должного эффекта. Идем на 15 минут позже. 15-12. Ой, точнее 15-1. Итого 2 часа ровно. Еще раз обращаю ваше внимание, трейдеры, время самый-самый-самый важный фактор. Потому что зависит от того, какую технику, какую стратегию вы используете, в какое конкретное время. 3.300. Ничего такого драматичного не произошло. Возвращаем тогда, как было. Время, значит, мы нашли самое оптимальное. Пока максимальное время в сделке. Давайте попробуем увеличить до 120. И пока ничего не меняя, нажмем старт. То есть, с настройками тоже нужно действовать внимательно. Не пытаться все сразу менять. То есть, щупать. Где это возможно? 2, 3, 260. Все то же самое. Да, процент прибыльный, кстати, подрос. Ну, буквально на процент. Так, хорошо. 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 Давайте уберем отступ. 0. Это такая мелочь, кажется. Но она очень существенна. Может быть, в итоге. Сейчас мы проверим. Без отступа. У нас там 3.200, 3.300. Нет, наоборот. Отступ полезен. Попробуем взять 3.236. Период тоже важен. Можешь менять 7 на 5. 7 на 14. На 13. Тоже могут от этого меняться цифры суммарные. Суммарные. Нет, 2.600. Давайте попробуем поставить 14. Это может по евро сработать. Евро любит 14-й период ATR. Ну, при таких настройках посмотрим. Ну, 3.250. Все то же самое. Какой-то драматичной разницы нет. Хорошо. Давайте попробуем 120 поставить первый тейк. И 210 второй тейк. При этом 80 мы оставляем в качестве стопа. Не меняя его. Смотрите, как поплыл наш профи. Да, вообще ужас. Поэтому мы ставим здесь вообще 90. Значит, более короткий тейк лучше. Ставим 90. И здесь мы поставим 150. Еще уменьшаем. Но это может увеличить, улучшить количество сделок, где мы достигаем и первого, и второго тейка. Следовательно, сказаться на просадке. Она должна быть меньше. Да, она меньше 9% с небольшим. 60% прибыльных сделок. Класс. 3.150. Тоже класс. То есть, вот мы пришли, пожалуй, к лучшему пока показателю. Давайте попробуем увеличить немножечко. Теперь количество сделок. По фунту у нас получилось 6, если я не ошибаюсь. Ну, 10 тысяч долларов получается. Так. Количество сделок ничего не дало. То же самое. Можем вернуть единицу сюда. Попробовать немножечко увеличить дистанцию. Это прибавит в количестве, но не факт, что в качестве. Да, абсолютно вообще никак. Представляете, всего лишь где-то 10 пунктов ни о чем, да, вроде как. На большем отрезке это влияет. Так. Ну, в принципе, мы все, что могли сделали, поключим в тренд-фильтр. Значит, 3000 это потолок для этого инструмента при таких рисках. Конечно, сейчас мы можем забить оптимизацию. Посмотреть, хотя нет, 3000 не потолок, я вру. 3500 мы только что получили с тренд-фильтром. 61% прибыльный сделок, 10%. Видите, как стоит только сказать. Давайте поменяем на простой метод. Это интересно. Может быть, мы тогда и сделок побольше попробуем набить. Это может быть для нас очень интересно. Да, 3600 почти. Посмотрите, какой хороший профит-фактор 1.5. 60%, 10% просадка, класс. Мы можем с вами нажать визуализацию и нажать старт. Посмотреть сделки. Все не будем смотреть, иначе мы с вами никогда не закончим. Ну, закончим, но не скоро. Зайдем в свойства. Сейчас я быстро поправлю, чтобы все это дело было красиво. Ну, ладно. Давайте так. Нажимаем сюда, идем сюда. Давайте пропустим сделки и посмотрим на них. Тоже где-то, ну, одна, наверное, в среднем сделка. Но, учитывая, что мы торгуем, допустим, два инструмента, то в среднем, ну, две сделки в день. Две-три даже сделки в течение двух часов. И, на мой взгляд, этого более чем достаточно. Потому что, если мы хотим качественные сигналы, то их много не бывает. Так, ну, давайте еще одна-две сделки и все. И смотрим на наши данные, что у нас получилось. Сейчас одна появится и все. И хватит. Здесь нажимаем стоп. Вот здесь мы видим сигнал. Тоже мы видели по золоту, да, все то же самое. В плане, да, именно изображения. Робот покупает. Тейк. Да, наш стандартный. Вот там 8 пунктов. Да, и мы видим, что здесь сделка была в итоге закрыта раньше срока. Да. У нас прошел 45 минут. Точнее, не раньше срока, а до достижения. Вот он, второй тейк. Видите, здесь. Ну, так как мы установили ограничение 45 минут в сделке, вот робот через 45 минут сам закрыл позицию. И вот здесь мы начинаем задаваться вопросом. А, ведь мы могли взять еще второй тейк. Это плюс 180 пунктов, да, 18 пунктов профита. И мы видим, что рынок тикнул бы наш тейк. Установили бы мы ограничение не 45, а, допустим, там 180 минут. Угарантированно взяли бы этот тейк. Да. Потому что мы видим границу на момент, да, срабатывания тетвордера, трайлинг стоп, да, наш вот здесь. То есть он переместился, и в принципе мы бы проследовали дальше за трендом. Хорошо, мы делаем себе пометку и идем дальше. Идем, 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 идем. Еще ищем. Мы видим день. Позиции нет. Если нет по евро, возможно, в это же время есть по фунту. Вот мы видим тоже сел, но здесь ничего. Робот закрыл в течение 45 минут. Мы видим, что ни стоп, ни тейк не были достигнуты. Ну, и рынок плейт. Давайте вот сюда. Здесь мы видим тоже бай. Здесь у нас сработали оба тейка. Здесь ни ограничения, ничего по времени, по-моему, не сработало. Да, здесь все ок. Вот здесь мы видим бай. И тут же рынок двигается обратно. Но здесь особых вопросов нет. Потом мы видим сел. И вот опять интересная ситуация. Робот закрывает. То есть мы не дошли до первого тейка здесь. Робот закрыл здесь. То есть обе позиции закрылись через 45 минут. И вот мы видим, что вторая ситуация подряд, когда мы в принципе, ну, ах, чуть-чуть до второго не дошли, мы в принципе можем убрать вот это ограничение по времени. То есть его немножко расширить. Давайте это сделаем. Ведь это очень интересно. Я увеличил время до 100. Даже поставил сейчас 120 минут вместо 45. Ну и посмотрим, если это ограничение снять на большем отрезке. Ну нет, это никак существенно не сказалось. Поэтому можем сделать вывод, что 45 минут, либо можем поставить час 60 минут. Это оптимальное время по евро. Вот для этого мы сначала тестируем. То есть забиваем определенные настройки, получаем результат. Например, там вот как по золоту, по евро, по фунту. Мы получили результат в Европу и в Америку. И затем переходим уже на график сделок и смотрим, могли ли мы как-то лучше воспользоваться этим сигналом. Может быть сократить риски. Может быть сократить время, увеличить время, увеличить стоп, уменьшить стоп и так далее. И вот это все в совокупности может приводить к очень солидным результатам. Не только когда ты тестируешь, но и уже в реальной торговле. Если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, то добро пожаловать. Ссылка на систему Cluster Trader, Scalping Trader под этим видео. Подключайте, задавайте вопросы. И до встречи на онлайн торговле. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok